Россия имеет огромный потенциал в области гидроэнергетики, отметил во время заседания круглого стола Сергей Исюков. На ее территории сосредоточено около 9% мировых запасов гидроэнергии. По этому показателю наша страна занимает второе место в мире. При этом работа ГЭС не сопровождается выбросами вредных веществ. Поэтому их строительство является одним из экологически приемлемых методов обеспечения энергетической безопасности страны. С января 2019 года подписали соглашение с РУСГИДРО правительства Кузбасса и весь 2019 год занимались разработкой технико-экономического обоснования строительства Карапиринского гидроузла. В декабре 2019 года ТЭО было закончено. В результате ТЭО было доказано, что выгоднее этот объект достроить, чем заниматься его демонтажом. Стоимость демонтажа только 15 миллиардов, и он несет такую серьезную техногенную угрозу. С января 2020 года мы приступили совместно с РУСГИДРО и Веденеевским институтом из Санкт-Петербурга уже к выполнению проекта. Пока выполняем первую часть, важнейшая оценка воздействия на коржащую среду. Установлено, что в результате ввода объекта не только уменьшится объем вредных выбросов от объектов тепловой генерации, но и значительно снизится концентрация загрязняющих веществ в реке Томь. Кроме того, завершение строительства Крапивинской ГЭС – флагманский проект, который повлечет за собой развитие других важных направлений. Гидроэлектростанция даст возможность контролировать паводки, улучшив водоснабжение городов. Ориентировочная мощность ГЭС – 345 мегаватт. В горах будет создано водохранилище длиной 135 километров, шириной 15 километров, глубиной до 57 метров. Стоимость завершения строительства гидроэлектростанции предварительно составляет 45 миллиардов рублей.